Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы заканчиваем рассмотрение послания святого апостола Павла Галатом, 6 глава. Братья, если впадает человек в какое-то согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духом кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг к другу и таким образом исполните закон Христов. Итак, очень важное наставление. Мы помним, что апостол Павел в завершении послания, как и почти всегда, регулирует жизнь. Христианская община, взаимоотношения его членов между собой. И здесь говорит о том, что даже если те, кто считают себя продвинутыми христианами, духовными, сталкиваются, что кто-то их собратьев впадает в какое-либо согрешение, его нужно исправлять в духом кротости. То есть, другими словами, без раздражения, без недовольства, без ощущения своего превосходства или какого-то величия. На самом деле, удается довольно редко людям, потому что, как правило, все начинают друг друга исправлять, когда, с их точки зрения, люди совершат ошибки, с возмущением, с повышением голоса, иногда и с криком. Или говорят, вот я же тебе говорил, вот надо было так делать, ну и так далее, и так далее. И здесь есть замечательный пример в Древнем Петерике у Пимена Великого. Его кто-то спросил, Ава, что мне делать, если я увижу брата моего согрешающего? И Великий Святой ответил, что касается до меня, то я пройду мимо. И можем, конечно, сказать, вот Великий Святой, да, почему же ему другой человек безразличен, почему он не говорит о том, что нужно исправить, изменить, наставить человека. А он, на самом деле, предвидит вот ту ситуацию, о которой говорится апостол Павел, потому что, как правило, человек, исправляя грех другого, очень часто впадает не в меньшие грехи, да, раздражаясь, будучи недоволен и ведет себя порой совершенно недостойным образом, о чем, может быть, впоследствии ему приходится жалеть и в чем приходится рассказываться, за что извиняться. И вот, чтобы этого не произошло, чтобы предупредить это отпадение, да, Великий Святой говорит, что касается меня, то я лучше пройду мимо, вот, потому что и апостол Павел говорит, наблюдая за собой, чтобы тебе не быть искушенным, да, потому что известно, что очень часто за то, что мы осуждаем других, те же самые грехи есть и у нас, точно так же. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Вот здесь есть такая тоже, может быть, и известная, и загадочная формулировка, потому что апостол здесь говорит именно не о Ветхом Заветном законе, а о законе Христа. Да, что же он собой представляет? Христос берет на себя наши грехи и всю нашу ограниченность, всю глубину и величину нашего падения. И каждый человек, он тоже должен уметь понести, как бы, тяготы друг друга, да, особенности характера, какие-то, может быть, да, изъяны воспитания, какие-то ошибки, просчеты, не знаю, обычная человеческая жизнь. Все то, да, что мы совершаем, что все присутствует в нашей жизни. Вот, взятие на себя, и это очень важно, чтобы все это не рождало в нас внутренний протест, недовольство, осуждение, несогласие и так далее, и так далее. И вот тогда человек, действительно, он, неся времена друг к другу, может, на суде Божьем сказать, да, Господи, в этом человеке, может быть, были какие-то свои недостатки, были изъяны, но они не родили во мне никакого протеста. Да, я понес их на себя, и поэтому ты, Господи, можешь все это простить, как будто вообще не было. И, действительно, таким образом мы, как бы, участвуем в спасении друг друга. Если же происходит нечто обратное, нечто противоположное, то, действительно, как бы, один грех следует за другим, один грех порождает другой. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себе. То есть каждому человеку свойственно завышать свой рейтинг, мнить о себе больше, чем он представляет собой на самом-то деле. И, конечно, гордыня, она всегда усложняет чьи-то отношения, она всегда их разрушает. Другими словами, человек, даже если он что-то и совершает в своей жизни, если что-то ему удается, он ни в коем случае не должен быть зависим от человеческого одобрения, от похвалы. Потому что очень часто так бывает в нашей жизни, мы что-то делаем, делаем, но не слышим ни слова благодарности, ни какого-то одобрения, ни любви. И очень часто мы делаем, делаем, а не получая взамен ничего, наше отношение вдруг меняется на прямо противоположное. То, казалось, что вчера мы человека улюбили, то теперь мы к нему испытываем неприязнь и каким-то образом перестанем его воспринимать. Уже не хотим для него ничего делать. И вот апостол Павел говорит о бескорыстности, о том, что человек должен уметь делать, не ожидая ничего взамен. Другими словами, нельзя забывать о помощи тем, кто занимает первенствующее положение в церкви, тем, кто несет слово окружающим. Как бы люди должны уметь делиться. И апостол продолжает эту тему, что посеющий, кто пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Так, другими словами, очень важно, кому угождает человек, чем он связывает свою жизнь. Если человек угождает своей плоти, то есть своим грехам, соглашается с ними, принимает, если они не вызывают у никого ни протеста, ни противостояния, ни желания от них освободиться, то человек так и не выходит из этого круга плотской обусловности. Если уже он сеет в дух, то это стремление угодить Богу, оно даст свои плоды. Но, предупреждает апостол Павел, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверь. То есть, еще раз, апостол Павел действительно говорит о том, что человек может со временем ослабить в добре, потому что может быть такая ситуация, она общеизвестна, человек делает добро, и Бог как-то, в общем, забывает о нем. А может быть, рядом с ним находится человек, который делает что-то прямо противоположное, да, делает какое-то зло, но он обогащается, у него какая-то обеспеченная жизнь, или ему в чем-то везет. И тогда это вызывает как бы неизбежный вопрос, а где же Бог? И человек начинает унывать, ему кажется, что мир устоя несправедливо, что добро, которое он приносит другим, которое вошло в его жизнь, оно бесперспективно, бессмысленно, неоправданно и никому не нужно. Конечно, это испытание, искушение, которое проходит, наверное, большинство людей. И апостол Павел предупреждает, что в любой ситуации нельзя унывать. Почему? А потому что уныние оно деморализует человека, оно парализует его, оно делает его уже бесперспективным, ненужным, вялым, и он уже ничего не хочет в жизни, ему ничего не нужно, он от всего устал. И вот чтобы этого не было, человек должен продолжать делать добро. И мы знаем, что любая деятельность, она обязательно с унынием расправится, она обязательно положит его на лопатки. Главное не идти у этого уныния на поводу. Видите, как многое написал вам своей рукою. «Желающие хвалиться по плоти принуждает вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо сами обрезывающие не соблюдают закон, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться вашей плотью. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Итак, примечательно, что это послание, оно, по сути своей, носит уникальный характер. Мы уже с вами знаем, что большинство посланий апостол Павел писал не сам. Он подписывался под ними, а надиктовывал основную часть секретарю. Но ситуация, которая возникла в Галатийской церкви, настолько его взволновала, а насколько взбудораживала и обеспокоила, что он, сделав исключение и дожидаясь ничего, никаких записей, он сам написал весь этот текст. Что он видит? Он видит, что люди, которым противостоят, которые склоняют Галат к обрезанию и соблюдению закона, это люди, которые настроены на похвалу и на какой-то внешний успех, на то, чтобы они кого-то склонили к соблюдению закона. Но апостол Павел говорит о том, что он не желает ни о чем хвалиться. Ему безразличен успех в этом мире, приятие, достижение. Ничего этому не нужно. Почему? Да потому что этот мир, как мы уже, кстати, обращались, распит крестом Господа нашего Иисуса Христа. И, естественно, распит – это все, что в нем. И тем самым все ценности, все достижения этого мира, они для апостола Павла носят временный, бывающий характер. И поэтому он не пытается занять в этом мире никакого положения, никакого места. Ему абсолютно не важна его, собственно, личная значимость. Впереди всего до него Христос. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезанья, ни обрезанья, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Итак, действительно, мы уже об этом говорили. Обрезанья, не обрезанья не играет никакой роли для христианина. Он ничего ему не дает, ничего не сообщает. Важно именно то, что человек достигает состояния новой твари. Это очень важное такое понятие, очень важный термин, потому что он рассматривает действительно то, что совершается в Христе, как новое творение, как обновление твари. Тем самым как бы в новом творении, в новом эоне, в этом состоянии, все прошлое, оно утрачивает свое значение и силу. Оно, собственно говоря, не играет, не имеет никакой роли. Это состояние новое творение, это состояние во Христе, полной принадлежности ему. И здесь очень важно, что апостол Павел называет Израилем Божиим, Церковь Христову. Благословляя ее, не спасла ей мир и милость от Бога. Впрочем, замечает он, никто не отягощая меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Мы уже говорили об этой фразе в свое время в третьей главе. То есть сам апостол Павел, и он вспоминал об этом, действительно был отягощен многочисленными ранами и страданиями, полученными им во время его путешествий, во время его миссионерской деятельности. И эти язвы, он узнает слово «стигматы». Это буквально клеймо, которым клеймили рабов для принадлежности его господину. Иногда это слово использовали для религиозных татуировок в Сирии, в Египте. И апостол Павел говорит о том, что действительно эти раны, которые он несет на теле, они свидетельствуют его принадлежности Христу. Он подный раб Божий и просит своих получателей не добавлять ему страдания к тому, что уже есть, к тому, что для него и так являются трудные, порой даже непосильные ноши. И тем самым он призывает к бережливому отношению к себе, ведь именно он обратил галатийцев ко Христу. И в заключении, говорит, благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим братьям. То есть, действительно, он не спослает милость, благодать Божию на всех своих читателей, на своих адресатов. И послание к галатам, оно такое в чем-то удивительное, уникальное. Еще раз помню, что оно было написано апостолом Павлом лично, взбудораженный, взволнованный. То есть, ситуация, которая возникла в галатийской церкви, он берется за бумагу и пишет ей сам. И, конечно, оно где-то эмоционально даже, спорадично. И как нельзя лучше нам показывает облик апостола Павла, ход его мысли, его богословские приоритеты и предпочтения. И в то же время его постоянное беспокойство, его переживания за тех, кого он привел ко Христу. И послание это небольшое. И, наверное, тема ключевая, которая в нем затрагивается, тема закона, она, конечно, со временем утратила свое значение. Но в то же время апостол Павел все время говорит о свободе, о свободе христианина, о том, как его читатели и как мы распоряжаемся этой свободой, на что мы ее потребляем, во что мы ее превращаем, что она представляет собой. Тем самым эти вопросы, они сохраняют свою актуальность. И, конечно, мы, читая это послание, это обращение апостола Павла, тоже как бы вместе с ним размышляем над этой тайной христианской свободой, над тем, что же оно собой представляет и к чему ведет.